Меня Глеб Шумилов зовут. Я года полтора смотрю ваши ролики, и вот неделю назад меня включили в группу, и я вместе молюсь и изучаю Священное Писание. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что такие драгоценные дары вы дали нам, и благодарю Бога за то, что когда-то он показал и дал возможность мне наблюдать за вами, и полностью поменялась моя жизнь просто. И у меня просто есть вопросы. Я хотел у вас спросить, посоветоваться и задать вам их, если есть возможность. У нас правило такое, что все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, Игнать Тихонович, не против. Я слушаю. Скажите, не против? Не против. Все, я слушаю. Игнать Тихонович, у нас какая ситуация? Я, когда уверовал, начал читать Писание, начал смотреть ваши видеоролики, домашние меня не понимали. Но вода точит камень, и я постепенно начал общаться с ними о Боге, рассказывать каким-либо образом, ну как мог благоверствовать. И вот случилось так, что докопался до той истины, что мать моя не была крещена. Точнее, она была крещена, но как обливание, вот эта моченая была, и, по-моему, даже не была помазана миром. То есть не крещена вовсе. Я начал с ней говорить об этом. Я говорю, мам, ты понимаешь, что ты приступаешь к священным дарам, а фактически не имеешь на это права. И начал ссылаться на Писание, начал ссылаться на апостольские правила, на иные канонические правила. И вроде бы я ее убедил, хотя она была, наверное, самым ярым таким среди всего моего семейства, противником. Ну, я не знаю, влюблена в предание она была, не в Писание, а в предание. Вот, мол, и песком там крестят, и водичкой покапали, и прочее, прочее. Ну, вроде бы я ее убедил. Я нашел священника здесь, в Москве у нас, я сам из Москвы, и вот я ездил к нему два дня назад. Я подошел к нему батюшку и говорю, вот такая ситуация. Я говорю, мне нужно покрестить маму мою. Он говорит, она что, не крещена? Ну, я ему объяснил ситуацию. Он говорит, нет, нет, она крещена. Я говорю, нет, она не крещена. И начинаю обосновывать его. Вот есть апостольское правило, 49-50-е. Василий Верекий говорит, трое погружение. Я говорю, этимология слова крещения само по себе подразумевает полное погружение. Нет, нет, говорит, вот песком крестили. Я говорю, так потом епископ что сказал? Что не признал это крещение. Нет, он такого не признает. Я говорю, ну как же нет? Я говорю, ну если... Я говорю, зачем вы спорите с тем, с фактами? А я юрист сам по образованию, адвокат бывший. Я говорю, контрафактум, мандатум, аргументум. Против фактов нет аргументов здесь. Ну и последний, так сказать, гвоздь был. Я сослался на книгу. Брат Вячеслав скинул мне ссылку. Книга настольных священнослужителей. Я говорю, вот здесь черным по белому написано, что возможно... Не то, что возможно, нужно крестить, потому что он считается некрещенным. Но вроде бы как я его убедил, и на завтра мы назначим на крещение. Я очень боюсь, что будут какие-то препоны с их стороны. И, я не знаю, воды, может, мало нальют. Или что-то не так сделать. Как мне обезопасить себя в этом случае? Никак. У нас уже были такие, мы потеряли многих людей. Они пошли. Я говорю, каждый день долблю. Он говорил, в озере будет. В самый последний момент отказался здесь. А теперь отец погруженный был, ему дает ребенка в руки, он стоит там. Жена там наполовину, а другой ребенок вся спина голая, оказалась не под водой. Ничего не сделать. Единственное, что надо искать там, где будут без обмана делать. Обманет. То, что он говорит песком, и проще это говорить, что Духа Святого там нет. Там обман. Сатанинский обман. Всякая ложь от дьявола. Поэтому отойти и больше не разговаривать. Никак. У нас крещение будет 9 июля. 9 июля. К нам приезжали крестить из Ливана, из Италии, Германии, Франции. Вот это подальше, чем до вас-то. Ну да. Потому что речь идет об единственной душе. И вы видели, как у нас крещение идет? Видел, видел. Ну вот я бы еще скину, сейчас там песню положили, и там эпизодами. Ну вот и все. Что можно сказать на это? Ничего не делать. Не подходите даже. Он скажет, нет, воды нет, он еще сделает. И все. И так. То есть, вот смотрите, если в субботу мы поедем туда, и там будет... Ну, я им сказал, у них есть специальная купель. Я вот с последнего разговора, как мы договорились, каждый день им звоню и говорю, чтобы она была полная, чтобы она ушла полностью под воду. Они говорят, да-да-да, мы сделаем. И если вот в субботу, завтра мы поедем, и там не будет полного, мы просто берем и говорим, что мы не будем крестить. Ну, дело в том, что у нас не один раз были. И когда мы говорили, нет, батюшка сказал. Я говорю, в писанном виде надо убить его расписку. Они неверующие попыток. И он все сгорбатил, и нету. Ребенка вот так берет, головой вниз, головой, вот так вот кверху. Показывает. А Олег Стеняев крестит. В банку наливает. Патриарх Кирилл крестит. Вот так ребенка держит. А ребенку год на три, наверное, вот так вот. И на спине он ребенок-то. И рукой поливает. И два епископа стоят. Он патриарх-то не крещеный. Ну, как это так? Не один сектант, не старобрядцы, никто так не крестит. Это от католиков набрались. Такая мерзость. Спасибо, Христос, Игорь Тихонович. Еще можно вопрос один задать? Давайте. У меня дядя мой, он иерей. Он рукоположен, он служит. Вячеслав Семенов как-то вам задавал вопрос не так давно по этому поводу, но он так вскользь спросил. И суть в чем? Впал в раскол. Наслушался какого-то сейчас активно действует схеме-трополит Зосима. Я не знаю, что это такое и, как Куслун говорит, с чем это едят, но наслушался его. Перестал поминать патриарха на службе. Поминает место патриарха этого схеме-трополита Зосиму. Подписал присягу и клятву. Прямо подписал на верность помазаннику божьему, грядущему царю-схеме-трополиту Зосиме, который является потомком императора Николая II, цесаревича Алексия. И вот, мол, говорит, что русская православная церковь московского патриархата, в ней нет духа святого. И фактически сейчас что он делает? И весь свой приход, ну вот мой дядя родный, будучи еле, весь свой приход пытается загнать под ермо вот этого лжеб... Я не знаю даже, как назвать его. Ну, мошенника. Потому что по-другому никак назвать. Я начал копаться, начал наводить справки про него. Он был судим, судим по малолетству. И там какая-то не очень хорошая статья, но не та судимость, о которой можно говорить. А они все-таки разные бывают. И значит что? Он не был рукоположен, хотя он говорил о том, что его рукополагали в русско-православной зарубежной церкви. Не был рукоположен, потому что зарубежники прислали бумагу. То есть фактически он вот ряженый. Но он активно верит. И откуда растут ноги? Я вот тоже начал такую хонологию проводить. Сначала пошло изучение вот этих Рафаилеитов, Рафаил Берестов. Который там не единожды анафеме предавал патриарха Кирилла. Потом увлечение отроком Славиком. Вот этим чебаркульским вот этим товарищем. Потом появился какой-то отрок Павел. И вот на фоне этого всего, на вот этой вот почве, произрос вот этот сорняк в виде схемитрополита Зосима. Фактически что сейчас происходит? Он берет, купил какой-то новый дом на приходские деньги и вывозит все утро, все церковное, я так понял, в этот дом. А храм строила наша семья в свое время, в котором он служит. И он ездил к митрополиту. Во вторник, это было в Башкирии, к уфимскому митрополиту Никону с этим вопросом. И что там было? Как я понял, что митрополит его простил, дал ему возможность продолжить служение. Но я посмотрел бумагу, которую он написал на имя митрополита, рапорт вот этот, ну или заявление, не знаю, как это назвать. Что он там пишет? Сейчас я даже вам, если есть время, я даже вам зачитаю, потому что это отдельная, отдельная песня. У меня есть эта бумага. Сейчас, секундочку. Вот. Прошу простить меня за мои глупости и неправильные, не зачеркнуто, поведение по отношению к патриарху и митрополиту. Какому патриарху и митрополиту, неизвестно, потому что они этого схемы митрополита именуют патриархом в том числе. Ну там у него очень много легалий, вот этих всех. И за все мои заблуждения хотя бы на время, пока идет война. Ну, честно признаться, не мне, конечно, судить, но очень слабо верится, что это покаяние, и как бы это не было бомба замедленного действия. Потому что они все ждут Рождества 2023 года, чтобы там что-то произошло. Что делать в этой ситуации? Потому что в таком неведении член семьи моей, половина семьи уже в лоне вот этого лжемитрополита, половина не понимает, что происходит. Я молюсь, не понимаю, что делать. Ну, в Верии страшно он находится. А вы можете их вот сюда пригласить, чтобы встретились? Я уже с ним говорил об этом. Я ему говорю, вот отец Сергий говорил, вот есть Игнатий Тихонович Лапкин, проповедник и миссионер. Я говорю, скайп же есть у вас? Он говорит, у меня компьютера нет, я ничем не пользуюсь. Я говорю, ну вот у вас у дочери есть компьютер, там у нее есть скайп, давайте попробуем что-нибудь. Я вот так медленно-медленно тоже пытаюсь, пытаюсь. Но последняя наша с ним беседа, он сказал, ну давай я попробую что-нибудь придумать, потому что мне нужно разобраться с моими видениями. Потому что у него появились видения. У него появились видения, что вот он, у него пасека есть своя там в глуши, там действительно ничего не ловит. И вот он стоит на пасеке на своей, а рядом проплывает Титаник, на Титанике Патриарх Кирилл, и все это в бездну рушится. И вот эти видения у него постоянно, ну понятно, что это нечистое все. Он говорит, что я могу с своим видением делать? Ну и вот я говорю, давайте выйдите на скайп, и Сыгнатий Тихонович, он вам скажет, что это за видение, от кого они, и что делать дальше. И вот последняя беседа, он сказал, что, он сказал, что хорошо, я что-нибудь придумаю, и все. После этого мы с ним не общались, хотя вот мне, я постепенно пытаюсь вытаскивать родственников своих. Одна уже покаялась в этом, там слезы страшные были, там на нее вся деревня ополчилась, а этот пока непрошибаемый. Ну так, как сказать, я не встречался, ни разу не говорил. Я знаю только поминание, не поминание, а это придумали, это ничего не значит, это выдумка. Потому что 1 Коринфянам 4 глава 5 стих, у вас далеко Библия, откройте, чтобы глазами могли посмотреть. 1 Коринфянам 4,5. 1 Коринфянам 4,5. Да, 4 глава 5 стих. 5 стих. «Почему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога?» Сердечное, делая правильно, а намерение другое, Бога, все это будет учтено. Ну и вот и все. Да. Да, коли не придет, а он не пришел еще, одних канонизируют, других проклинают, клятвы дают, все это запрещено Богом. Мы должны принять так, как есть. А почему? 2 Коринфянам 5,10 стих. Посмотрите. 2 Коринфянам 5,10 стих. «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Соответственно. Никакие заупокойные молитвы ничего не сделают уже. Соответственно написано. А все остальное выдумка, как златоуз говорит, бредни пьяных старух. Это точно. Бабьи басни, как апостол. Вот если бы была возможность прийти, то так поговорили. Вот это не поминание, а мы поминаем. Мы на каждой молитве вот утром молимся, поминаем папу, которого убрали, Венедикта, Франциска, всех, кого знаем. Почему? Человек живой. Живой на меня написано, даже за врагов молитесь, за врагов. А он мне не враг. И бывает, человек пробуждается. Мы, когда в Ватикане были, я подарил книги им свои, тому и другому. Ну, вот так. Так получается, мне пока молиться и стараться... Ничего не обращайте внимания, молитесь, успокойтесь, спокойно будьте. Вы сказали. Вот после первого-второго вразумления отвращайся, потому что это ересь. А еретик, это считаемый 1,5 к титу, говорит. Он совратился и приговорил сам себя к смерти. Сам себя. Так что ему ничего не докажешь, ты только от себя душу свою растреплишь и все. Молишься, да, вот это и больше ничего не надо делать. Выветесь сюда его. Я вчера с одним беседовал, у него такая кипа называется, к евреям пристал на еврейское. Все, переведено там не так. А он здесь бывает, Попов, Игорь. Мы маленько поговорили, там написано раух, а в другой библине зачем, я говорю вам. Я библии считал на разных языках, Бог давал мне знания. И я не нашел ничего, чтобы одно другому противоречило. Тем более, русский перевод синодальный, по которому вы считаете, это лучший перевод за всю мировую историю. Я это докажу в течение пяти минут. А вот он начинает подкапывать. Я говорю, в одном месте допустите неправильно. А человек сразу поймет, а почему в одном? И все, библия уже в руках у тебя не будет, как Божье Слово. Все, руководство больше нет, а дьявол делает. Это как рассказывает, вроде рассказа такого. Муж с работы приходит попозже маленько, но жена готовит там все. У нее даже нет никакого разговора. Вдруг ее кто-то встречает и говорит, а где ваш Виктор? Да он на работе задерживается. Там новый какой-то готовит выпуск, и он работает долго. А ты, говорит, в 9 часов, он там часы около площади, подойди, посмотри. Что он там делает в это время? Как? Ну, под часами ждет. Ждет, и святы у него в руках. Да вы что? А ему тоже подошла какая-то бабка там и говорит, а как жена? Да дома будет, с дебежками. А почему она в 9 часов под такими-то часами? Какие часы? Ну, подойди, спроси. Он думает, да что буду? Потом говорит, да дай загляну. Заглянул, жена там. Жена так не напрасно сказали. А муж говорит, так и мне не напрасно сказали про тебя. А когда стали разбираться, одна и та же бабка. Это дьявол переродился в это, ну, рядился в это дело. Вот и все. Это дьявол делает всякое. Спасорить, подозрения вызвать. На себя берут. А коснешься его, спит, продых нету. Ну, ты маленько себя сократи. Вот мне Господь дал это понять 60 лет назад, когда Библия в руки мне попала. Вы, может, слышали это? 60 лет. Я вам скину тогда это? Да. Там, когда я в Латвии приехал, там я на том месте плакал, как. Вот у меня определенная щетка, день, час, молитвы, когда меня Господь избрал, вывел из того положения. Хотя я ни пил, ни курил, ни с женщинами дела не имел. И Господь знает, что мне не хватает то, что в душе пустота. И когда я понял, что за меня Христос умер, моя жизнь так изменилась, что наутро весь караван кораблей узнали, что я сошел с ума. И слава Богу. И слава Богу. Все. Такая перспективная была, так сказать, кандидатура. Учусь в высшем мореходном училище, добиваясь разрешения сдать три курса за год. И по выбору комиссии все экзамены на одном из трех иностранных языков. Ну, ясно, что был бы не кощегаром. И вдруг я понял, все это пустое, у меня одна душа. Но я всегда знал, если я умру, я буду в воду гореть. Хотя не делал, что ли, делал. У меня внутреннее побуждение было. А уж когда я уверовал, теперь я знаю. Господь за меня умер. За меня страдал. Меня призвал. И то, что вот пришли, это не случайно. Это помощь Божья. Я все время молюсь, найди добрых людей, Господи. Позови сюда. Может быть, я окажусь чем-то нужным ему. Вот все труетки, допустим, сколько. А больше двух тысяч людей уже нашел. Да. Спасибо, Христос. Я тоже. Два красных диплома с отличием у меня. Лучшего юридического вуза России. Адвокат он был. Советником Федеральной палаты адвокатов. Российской Федерации. И в одночасье все. Меня Бог так по голове за мои все эти похождения треснул. И у меня все поменялось. И сейчас я настолько счастливый человек, что я имею в руках Библию. И со Словом Божьим живу. И стараюсь соответствовать Ему. И пытаюсь окружающим меня людям его донести. Все поменялось в жизни. Я благодарю Бога за то, что он дал возможность. Это благодарю Богу. Это Господь. Это не свое. Я подумал и сделаю. Нет. Потому что плоть противится духу. А дух, просвещенный Духом Святым, он ищет другого, неземного. И для людей это все странно. Как так? Такая перспективная была биография. Вдруг все загубил. Так я приобрел-то в миллион раз больше. Вы этого-то не видите. Никто не понимает этого. Никто. Паси Христос, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Паси Христос. Паси Христос. Ну, если ничего нету, значит, попытайтесь с ними поговорить. Один раз прийти. Я выслушаю, и тогда я смогу сказать то, что я сейчас бы хотел сказать, но я не могу сказать. Я их не видел. Только с ваших слов знаю. А у меня это не принято. Я могу на сто процентов ошибиться. С Богом. Я понимаю. С Богом. Храни вас Господь. Спаси Христос.